Всем привет, с вами Данил и наконец-таки я могу вам рассказать про страну, в которую я очень сильно хочу поехать. И сейчас, сидя на карантине, вы можете прислушаться к моему совету. Это Исландия. Исландия. Необычной и не похожей на другие места на нашей планете. Первый факт, это конечно же ее необычная и не похожая на другие места на планете природа. И обязана этой необычностью природа географическому положению Исландии. Находится Исландия вот здесь, между Евразией и Северной Америкой. Это остров. И остров вулканический, а это значит, что на нем есть вулканы. Причем вулканы в довольно трудной зоне досягаемости. В центре Исландии. Исландия сама по себе необычна даже тем, что главная ее транспортная артерия находится по периметру страны-острова. И как раз таки там живут все основное население, где-то 300 тысяч чем-то человек. Там же находится столица, крупный город Рейк-Явик. Еще город Вик, но южнее. В общем, все люди расселены по периметру. А центр как заповедник. Именно там находятся все прекраснейшие места, которые являются открытками Исландии туристическими. Там находятся вулканы, которые очень древние, которые до сих пор действуют. С очень трудными названиями и очень тяжело читать на русском языке. Так, для галочки. И там находится также и ледник. Это одна из самых главных визитных карточек Исландии. Обязательно все, кто были в Исландии, хотят туда попасть. И правильно делают. Потому что есть такая неприятность, что из-за глобального потепления ледник начинает таять. Поэтому, если вы там будете, то вам стоит туда сходить, пока еще есть такая возможность. Но не одними вулканами и ледниками сыты. Лично меня Исландия привлекает свои необычности в ее просторах. Как факт, в Исландии нету деревьев. Только в некоторых местах очень редко и карликовые деревья. А так, Исландия представляет собой поля и просторы, засеянные травами, хами или шайниками, которые имеют очень необычные цвета. Плюс в некоторых местах почва имеет серу, вещество. И поэтому имеет очень необычный окрас инопланетный. И это очень привлекает людей, фотографов. Потому что ощущение, как будто ты на другой планете. Таких пейзажей нет особо больше нигде. И они привлекают и очаровывают путешественников. Именно поэтому ходит такая пословица среди опытных изъядлых путешественников, что Исландия это та страна, которую нужно посетить последней, после того, как ты увидел весь мир. Потому что иначе неопытный путешественник просто не готов. И он не будет наслаждаться другими путешествиями. Потому что самые яркие краски дает Исландия. И как раз хочется это проверить и посетить Исландию в первую очередь. Также яркой особенностью является в Исландии огромное количество водопадов. Таким количеством водопадов, наверное, не может похвастаться ни одна страна. Наверное, на каждого жителя может найтись водопадик. Либо водопадище. Потому что их там очень много. Когда ты едешь по дороге, а дороги там, кстати, отличные, ты можешь видеть от 8 до 15 водопадов слева и справа. И вот сколько бы ты ни ехал, ты обязательно будешь видеть водопад. Хоть один. Он либо маленький, либо большой, но они там обязательно есть. И от такого количества водопадов можно, наверное, схватить шок. Потому что неопытный путешественник, наверное, водопады видел только пару раз в жизни или на заставке своего компьютера. А там их столько. И этим Исландия потрясающая. Второй факт экологический. И также связан с водными ресурсами. Исландия, вулканический остров. Следовательно, где-то там есть магма. И Исландия обладает огромными водными ресурсами. Эта магма нагревает воду и появляются горячие источники и гейзеры. Гейзеров там очень много. Горячих источников просто полным-полно. И их используют очень интересно. Наверное, Исландия первая в мире по использованию горячих источников. Они их используют так. Воду горячую направляют в дома. Горячей водой отапливается в любое время года. Также из кранов постоянно льется теплая вода. Водные источники используют для получения электроэнергии. И, конечно же, для рекреационных нужд. Наверное, каждый, кто приезжал в Исландию, был рядом с городом Рикявик. И как раз-таки там находится самое популярное место, так называемое лагуна, за горячими источниками. Которое теплое в любое время года. Будь то мороз, будь то лето. Кстати, самый благоприятный сезон посещения Исландии – это весна, а лето – осень. Конечно же, лето зимой, там очень холодно и ночи очень длинные. Но даже в такие зыбкие, такие холодные, ветреные ночи, зимой, вы можете согреться в источниках, которых очень много. Если вам не нравятся источники общественные, как это лагуна рядом с Рикявиком, то вы можете поехать по этой артерии, по главной кольцевой дороге и встретить любой гейзер, встретить абсолютно любой горячий источник. Будь то маленькая джакузи или немного побольше, которые будут не тронуты или немного обустроены. И там насладиться отдыхом в любое время года и в любую погоду. Также про гейзеры. Гейзеры есть разные, которые бьют немного или которые бьют с высоту девятиэтажного дома и выше. Рядом с такими гейзерами обычно большое количество серы в почве, поэтому все это выглядит как другая планета. Именно вот эти вот разные места, они соединяют этот общий образ Исландии, который не похож и полон просто огромным количеством вещей, которых ты не увидишь в других местах планеты. Также не мог сказать про третий факт. Не мог его упустить. Это политический фактор. И также одновременно народный фактор. Дело в том, что Исландия это одна из самых старых демократий в мире. Жители Исландии, исландцы, потомки викингов, причем коренные. Они туда приплыли еще в девятьсотых годах, когда Русь крестили. И сначала там было окопное оправо, народные вещи, а потом пришли к демократии. И уже почти тысячу лет, даже больше, там демократия. Самая настоящая демократия. И этим-то оно и интересно. То, что она там очень крепка. Также народ там очень дружен. И язык. Самое интересное еще про язык. Их язык очень хорошо сохранился. Исландский очень близок к языку викингов. И этим-то, наверное, оно и интересно. Потому что скандинавские языки, разные нормандские языки, они изменились. А исландский звучит так же, как древние писания викингов. Очень похоже. Они сохранились внутри этого острова. Сохранили свою культуру. Люди очень добрые, отзывчивые. Они находящиеся в гармонии с природой. Потому что в такой экологической обстановке эти люди живут в среднем 85 лет. Очень часто контактируют с природой. Имеют свои дачные домики. Где-то вдали от Рик-Явика, по всему периметру. И, наверное, в общих этих факторах эта страна замечательная. Почему я сказал про политический фактор? Думаю, нам, да и многим другим государствам, съездят людям туда съездить, посмотреть, что такое настоящая демократия. И привнести это в нашу страну. Также там есть свои компании. Все свое исландское в этом плане. В общей сложности Исландия это очень потрясающее место. Которое только набирает свою туристическую популярность. Которое переполнено различными природными красотами. В виде водопадов, гейзеров, горячих источников. Просторов с разными ландшафтами и разными цветами. Имхов и лишайников разных цветов. С овечками, которые бегают куда угодно. Надеюсь, вам понравилось это видео. И, думаю, вы захотели побывать в этой стране. Посмотреть. Ведь лучше посмотреть своими глазами, чем множество раз про это слышать. Я благодарю вас за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях. Я могу еще поподробнее рассказать про Исландию. Про некоторые другие вещи. Это очень интересно. Так что пишите в комментариях свое мнение. Мне будет интересно прочитать. С вами Данил. Всем успехов. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...